Несомненно, основа общества – семья. Она служит источником любви, счастья и душевного тепла. Именно такую модель семьи продолжают строить и укреплять сотрудник вне ведомственной охраны Росгвардии Залида Ковалева. В браке она 15 лет, разногласий нет, хотя с супругом они разной национальности и вероисповедания. О секрете крепкой и счастливой семьи узнала Альбина Ламкова. Сотрудник вне ведомственной охраны Росгвардии Залида Ковалева родилась в семье, где кроме нее было еще две девочки. Она была самой старшей дочерью. Ее мама работала в органах и воспитала своих детей в духе патриотизма и любви к родине. Когда Залида выросла, ее решили сосватать сыну коллеги и подруги мамы. Я познакомилась со своим мужем. Очень интересно. Наши родители работали вместе в органах. То есть можно сказать, что мы пошли по следам родителей. Мы познакомились. Они вместе дружили, отдыхали, ездили, работали. Мы познакомились. Где-то, наверное, нам было по 8-9 лет. Потом мы поженились. И вот уже мы в браке 15 лет. У нас есть дочка, ей 12 лет. Он сотрудник, я сотрудник. Очень интересно, конечно. Знаете, не всегда, конечно, так хорошо было. Бывали какие-то трудности, но родители нам как-то привились с детства. Какой на самом деле должен быть брак. И вот этот вот институт брака, который идет испокон веков, вот именно тот, который раньше был, не сейчас. В выборе родители не ошиблись. Брак между Анатолием и Залидой оказался счастливым и крепким, несмотря на разные национальности и вероисповедания. Она Карачаевка, а супругу русский. Для того, чтобы семья была счастливой, неважно, какая национальность у человека, вероисповедание и вообще, что из себя человек составляет. Самое главное – это человечность. И если ты человека любишь, то разницы никакой нет. Вот я в браке 15 лет, и у нас никогда не было с этим никаких проблем. Ни разу. Его родители всегда ко мне хорошо относились, мои родители всегда хорошо относятся. То есть мы с удовольствием ездим в гости друг к другу и общаемся на любые темы. И я даже могу посекретничать больше, наверное, с его мамой, чем со своей. В семье мы учимся любить и уважать друг друга, заботиться о близких людях и делиться радостью, говорит Залида. Супруги стараются проводить вместе как можно больше времени. Часто путешествуют всей семьей, чтобы дочь Сабрина росла в атмосфере радости и счастья, рассказывает Залида. Вы знаете, мы воспитываем дочку, ей уже 12 лет. Мы стараемся прививать ей самое главное – человеческие качества. Чтобы всегда было уважительное отношение к любой национальности, к любому человеку, вероисповеданию. И несмотря на то, человек кем является в жизни. Залида и её семья являются примером того, как важно сохранять традиции и ценности семьи, где каждый чувствует себя важным и нужным. Главное в жизни, как бы это ни было банально, наверное, любовь и уважение друг к другу. Если это всё будет, то несмотря ни на что, несмотря на какая национальность у человека, всё будет хорошо. Если семья будет счастливая и крепкая, то дети в ней будут расти здоровые, красивые, умные.